МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если говорить кратко, то смысл или задача этой системы, новая система, направлена в первую очередь на то, чтобы расширить количество воспитанников, которые будут охвачены программами дополнительного образования. Но это очень важно. Мы понимаем, что чем больше детей охвачено программами доп. образования, тем у нас больше ориентированных на профессию в будущем членов общества, наших ребят-подростков. Кроме того, ориентация в любом возрасте и занятия в системе доп. образования, конечно, позволяют не только в будущем выбрать профессию, но и, естественно, быть занятыми в течение всего процесса обучения. И вот данная система интересна тем, что она как раз позволяет детям выбрать программу доп. образования, которая их будет интересовать, и прийти и проголосовать фактически за эту программу своими ногами, потому что каждому ученику дается сертификат. И этот сертификат обладает определенной стоимостью. Ребенок, выбирая программу, несет деньги в ту образовательную организацию, где эти программы доп. образования реализуются. Или не несет, потому что он считает, что там она реализуется, неинтересно. Или преподаватель, или сама программа скучна, она неактуальна. И поэтому вот такой выбор или возможность выбора программы, с одной стороны, учеником за качество, голосование предполагается за качество, и в то же время учреждению приносятся средства, и само учреждение, конечно же, заинтересовано выдавать качественные программы. Причем в этом проекте очень интересно то, что могут участвовать не только муниципальные учреждения дополнительного образования, но и могут участвовать частные образовательные организации, которые также предлагают услуги доп. образования. Ну вот в нашем регионе два муниципалитета, это город Череповец и Сокольский район, реализовать будут в этом месяце уже, начинается реализация этой программы персонифицированного финансирования. И в схеме вот этого финансирования появляется еще один субъект, это социально ориентированные некоммерческие организации. Вот функция социально ориентированной некоммерческой организации состоит в том, чтобы сертифицировать программы доп. образования, оценить их по качеству, по стоимости и дать им сертификат. То есть они имеют право эти программы после сертификации на то, чтобы они были реализованы. После того, как учреждения, заявившиеся на сертификацию программ доп. образования, получают сертификат, они имеют право эти программы реализовывать. И чем больше таких сертифицированных, качественных программ, оцененных в том числе и по стоимости, тем, естественно, выигрывают все, особенно потребители услуг. То есть создается вот такая конкурентная среда, когда ребята делают свой выбор, идя и обучаясь по новым программам, так, в общем-то, и принося деньги в ту образовательную организацию, оценивая таким образом ее качество. Ну и в этом проекте, наверное, еще такие есть интересные вещи, но я уже акцентировала внимание на то, что это не государственный сектор может участвовать, но и муниципалитеты сами в этом году определились, какое количество детей будет участвовать у них в проекте. То есть это не весь город Череповец, не все дети города Череповца, не все дети Сокольского района, это дети, которые в первую очередь будут выбирать программы в этом году, такая фишка, это программы технической направленности, там робототехника, например, или программирование. На эти программы делаются акценты, сертифицируются в первую очередь и предлагаются эти программы. В Сокольском районе это было условие, что это дети, которые впервые пошли на эти программы, а эти программы впервые открыты, вот они решили еще такой момент определить. Ну и они сами определили ту сумму денег, которая пойдет на сертифицирование, на персонифицированную, вернее, систему финансирования, то есть стоимость сертификата. Вот это тоже определили участники этого проекта самостоятельно. И мы этот проект, вот сейчас фактически нормативная база в муниципалитетах подготовлена, она уже утверждена, есть уже социально ориентированные некоммерческие организации, проведена система сертификации программ дополнительного образования, определено количество детей, которые будут участвовать, и в Череповце это 380 человек, и в Сокольском районе там, по-моему, более 150 человек. И теперь необходимо заключение договоров, сейчас идет этот процесс заключения договоров между учреждениями доп. образования и муниципалитетом, и самой организацией социально ориентированной некоммерческой. И ребенок далее уже выходит на основании своего выбора в то учреждение, по которому он, ну вот, по которому, в то учреждение, извините, где заинтересовала его программа, и она вот сертифицирована. Информация по этим программам будет, сертифицированным программам, будет представлена на информационных ресурсах. Это еще тоже не сделано, но это вот сейчас процесс такой идет, чтобы дети, выбранные в проект, или дети, которые придут в этот проект, учреждения, родители знали, что вот именно эти программы, они предполагают персонифицированную систему финансирования. Каждому ребенку выдается сертификат, этот сертификат имеет определенную стоимость. И он, зная уже, выбирая программу, и стоимость этой программы, может пойти с этим сертификатом и принести туда, в это учреждение, денежки. Если ему программа не понравилась, качество исполнения, реализации программы не понравилось, естественно, он берет свой сертификат и делает выбор в пользу другой организации. И вот я еще раз подчеркну, с одной стороны, мы понимаем, каков спрос, мы понимаем оценку со стороны обучающихся, качественно или некачественно идет реализация программы. Актуальна она сегодня, не актуальна эта программа, дается оценка преподавателю, который реализует эту программу в коммерческой структуре, некоммерческой структуре, это уже не столь важно. И вот этот спрос мы видим. И мы еще, кроме того, понимаем, что мы таким образом охватываем количество детей. Не несколько раз, как у нас мониторилась в системе дополнительного образования, потому что ребенок мог ходить несколько кружков сразу, правильно? Здесь ситуация другая. Ребенок идет на эти деньги, на этот сертификат только вот конкретно по этой программе. Он не может в 10 кружков пойти в связи с тем, что уже количество средств определено именно на вот этот объем. По результатам этого года будет решаться, входит ли субъект в следующий год в проект. Предварительно, значит, на отчете в министерстве мы пока достаточно неплохо смотримся, и такие шансы у нас есть. Поэтому по результатам этого года министерством образования будет решено и предложено субъекту или не предложено, но мы надеемся, что это свершится. Мы входим тогда в проект в следующий год и далее получаем средства на реализацию дальнейшем этого проекта. Ну вот, мы надеемся, что все произойдет именно так, у нас все шансы для этого есть. И возможности в этом проект еще в том, что выделяются средства на оборудование, на те же робототехнику, которые оснащаются образовательной организацией, вступившей вот в этот пилот, то есть в этот эксперимент. То есть в Череповце и в городе Соколе, кроме того, учреждения получают еще и оснащение, современное оснащение образовательного процесса, то есть программ доп. образования. Робототехника, соответственно, роботами программирования, соответственно, другой объем или другое направление по закупкам того или иного средства воспитания. Поэтому в этом году у нас согласились, это был добровольный выбор. Если в следующем году мы входим, то у нас уже в этом проекте может участвовать 6 муниципалитетов. И, конечно, мы будем предлагать, и дальше уже муниципалитет имеет право решить. Но наша, конечно, задача выявить по результатам этого года риски, понять, где нужно откорректировать саму систему персонифицированного подхода. Очень много тонкостей, каждая программа стоит по-разному. Естественно, это зависит и от коммунального платежей по учреждению, это зависит от количества часов, от стоимости оборудования, которое идет на реализацию этой программы. И, например, там кружок Макраме или, допустим, кружок робототехники, это, конечно, разные затраты, разные условия, разные ресурсы. Ни в коем случае не хочу сказать, что это плохое в адрес Макраме, но, тем не менее, это так. Мы все это понимаем. И поэтому, конечно, нам важно, проведя этот проект до мая месяца, то есть у нас пойдет этот проект до мая месяца по персонифицированному финансированию, мы уже сделаем определенные промежуточные выводы в феврале, представим их также и на круглые столы совещания Министерства образования, ну и хотели бы войти дальше, продолжить с коррективами уже, чтобы потом, надеемся, что система оправдает себя, вести ее вообще постепенно на территории всего региона. Нужно не забывать, что муниципалитеты имеют полномочия по реализации программ дополнительного образования, и поэтому, в первую очередь, это их решение, переходить на эту систему или нет. Но мы думаем, что все хотят двигаться вперед, все хотят организовать качественное дополнительное образование, востребованное, современное, и поэтому, надеемся, что коллеги в муниципалитетах услышат, поймут, после обсуждений будут вникать в этот проект и, конечно, входить в него в том числе.